люди ссорятся потому что они не ориентируются на любовь я говорю это серьезно человек когда живет он не ориентирован на то чтобы любить не ориентирован он утром встает и он на что он ориентирован он ориентирован на то что ему кто-то мешает кто-то помеха он там толстый худой на него там одежда есть одежды нет но ты же живой в этот момент ты ведь живой почему не сказать себе что этот человек рядом со мной родной я просыпаюсь говорю вот это самый любимый человек моей жизни почему он со мной засыпает со мной просыпается ближе для меня нет никого это человек на которую я могу рассчитывать это моя жена я встаю говорю ой ты моя хорошая она спит еще обычно я встаю рано просто в отличие от женщин женщина должна спать долго чем дольше женщина спит тем дольше она живет и будет долго молодой а мужчине наоборот нужно рано вставать и я поэтому встаю рано где-то там до восьми часов утра и ложусь правда поздно и когда я просыпаюсь то я еще занимаюсь медитацией у меня медитация счастья я их очень люблю по утрам сначала я просыпаюсь лежу лежу и говорю ой как мне хорошо как мне тепло тепло мне здесь под одеяльцем тепло мне на подушке как хорошо мне приятно все хорошо потом иду мод умываясь чищу зубы купаюсь бреюсь после этого сажусь медитацию игру до чего же хорошо и так приятно в груди и так приятно и детки меня любят и мама меня обожает и мир этот меня обожает и мир меня любит и бог меня обожает я ощущаю как бог меня любит представляю солнце она плавно говорю я отдаю себе этому солнцу отдаю себе этой любви пусть эта любовь проявится во мне не просто сижу и ощущаю как солнце все ближе и ближе и обнимает меня это моя медитация такая при этом произношу определенные слога и вот так происходит у меня настройка на то что все хорошо потом я встаю и вот чтобы не произошло для меня всегда это заканчивается для меня в уме моем моими словами все равно это хорошо то есть человек вот плохо у нас это плохо да у нас это плохо но жизнь все равно идет а это значит все равно хорошо почему настройка на то что хорошо но человек должен научить себя настраивать на то что хорошо я когда-то говорил произнесите себе на протяжении дня тысячу раз слова мне нравится и ваша жизнь через один месяц изменится на тысячу сто пятьдесят процентов на тысячу сто пятьдесят пять процентов какая бы жизнь у вас не было найдите на протяжении дня тысячу раз слова общаясь с кем-то а не общаясь с кем-то проговаривает о себе просто так произнося говорить эти слова еще круче не хватает энергии не хватает энергии потому что ничего не восхищает а ничего не восхищает потому что нечему восхищаться потому что все надоело а если все надоело зачем жизнь бог создал людей для того чтобы восхищались мой сын мне все время говорит что ты все время что и не скажу все время вот это да ох ты ж рю сынок у меня уже такой возраст когда восхищаться нужно потому что чем дольше я живу тем меньше есть вариантов которыми я бы мог восхищаться это ты еще можешь восхищаться удивляясь и красотой женского образа и восхищаться там от зарабатывания денег а я уже восхищаюсь от того как растут мои дети от того как цветы или от того как снег выпадают или от того что происходит вокруг я восхищаюсь этим восхищаюсь людьми восхищаюсь эмоции восхищаюсь тем что происходит для меня вообще вся жизнь восхищения почему это одна из тайн чем больше восхищайся миром тем лучше тебе будет житься и тем моложе ты будешь дети восхищаются с самого детства чем отличается ребенок от взрослого взрослые тире огорчаются дети тире восхищаются какая особенность и какая самая не ну какая самая ненужная рефлексия есть у ребенка которая объяснить с позиции физиологии практически невозможно она необъяснима почему собачки и кошечки они начинают за сисечку хватать там и так далее а с а человек и дальнейшем они спят потом начинают ходить вновь ищут а маму там тыкаются носиком и так далее а что делает ребенок ребенок еще более беззащитным но ребенок практически с первыми рефлексами включает рефлекс улыбки улыбки нет ни одного животного который улыбается когда она рождается и когда она маленькая ребенок же это одни из самых первых рефлексов их объяснить с позиции физиологии человеческого развития эволюции невозможно